Здравствуйте, дорогие земляки! Меня зовут Хомяков Анатолий, я являюсь председателем Ленинского Совета Активистов, общественной организации. Сегодня я хотел бы с вами поговорить об создании особо охраняемой природной территории Суханово. В 1935 году был принят и утвержден Генеральный план реконструкции города Москвы, который предполагал создание вокруг растущего мегаполиса 10-20-километрового лесопаркового защитного пояса. Этот документ утверждался, он разрабатывался ведущими специалистами, ведущими архитекторами, инженерами того времени. И они прекрасно понимали необходимость создания такого защитного пояса вокруг большого города. Этот пояс должен был служить как для регенерации чистого воздуха, так и для места отдыха населения, для рекреации. Несмотря на то, что в войну часть лесов подмосковных пришлось вырубить из-за нехватки топлива, сразу после войны начались активные работы по лесовосстановлению. И уже в 1948 году Народным советом депутатов Московской области и города Москвы было принято решение, которое устанавливало правовой режим на территории этого лесопаркового защитного пояса. По сути, весь этот пояс объявлялся таким своеобразным заповедником. Там нельзя было производить никакую вырубку, кроме санитарной, то есть можно было только больные деревья рубить, здоровые нельзя. И этот режим поддерживался на всем протяжении советского периода. К сожалению, недавно это постановление 1948 года было отменено. Но, несмотря на это, даже еще в 1999 году Объединенная коллегия органов управления города Москвы и Московской области под председательством мэра Москвы Лужкова приняла решение о создании целой сети особо охраняемых природных территорий вокруг города Москвы. То есть, по сути, это решение должно было быть неким продолжением того старого генерального плана 1935 года. И, в частности, часть из этих особо охраняемых природных территорий должна была разместиться на территории нашего с вами Ленинского района. Это как раз особо охраняемая природная территория Суханово, это Нижняя Москва-река и другие. Но, к сожалению, как вы знаете, в 2000-е, точнее даже 2010-е годы на территории Московской области начался настоящий строительный бум или так называемая строительная лихорадка, когда разные крупные строительные компании начали заходить на территорию Московской области и застраивать практически все ближнее Подмосковье огромным количеством жилых комплексов. И поэтому вот это решение 1999 года, оно было положено под сукно и где-то до сих пор лежит, значит, видимо, в каком-то ящике какого-то из кабинетов, и так оно не было реализовано. И, к сожалению, все чиновники говорят нам о том, что это решение носит лишь рекомендательный характер и то, что оно не обязательно к исполнению. К большому сожалению, часть этих территорий, которые в 1999 году должны были быть отнесены к особо охраняемым, уже переведены под застройку, часть уже застроены и тем самым потеряли какую-то природоохранную ценность. Но, к счастью, часть из них еще пока мы с вами можем сохранить. И сегодня речь пойдет об создании особо охраняемой природной территории в районе Суханово, в районе знаменитой усадьбы Суханово и окрестных ее лесах и лугах, долинах рек. Но для того, чтобы придать статус особо охраняемой природной территории, для начала нужно провести экологическое обследование. И поскольку никто из руководства нашей области, нашего района пока не откликнулся на нашу инициативу о выделении средств на проведение данной экспертизы, то, собственно, поступило предложение от активной жительницы Ленинского округа Марии Аргир провести такое экологическое обследование нам с вами за наш счет. То есть собрать деньги и нанять специализированную аккредитованную организацию, которая смогла бы провести это необходимое исследование. И данные этой экспертизы, соответственно, в соответствии с законом об особо охраняемых природных территориях, уже направить в Министерство экологии для принятия соответствующего решения. Такая организация была найдена. Это некоммерческая организация, природоохранный фонд «Верховье». Почему именно «Верховье»? Дело в том, что «Верховье» — это организация с огромным опытом проведения экологических обследований, с огромным опытом, с огромным портфолио по созданию особо охраняемых природных территорий, причем именно на территории Московской области. Именно они проводят подавляющее большинство исследований по заказу Министерства экологии для последующего создания так называемых ООПТ, особо охраняемых природных территорий. Их мнение, позиция достаточно авторитетна, и поэтому нету оснований этой организации не доверять. Мы обратились в природоохранный фонд «Верховье» с просьбой предоставить нам коммерческое предложение. И такое коммерческое предложение было предоставлено. Природоохранный фонд «Верховье» готов провести этой весной и этим летом так называемое рекогносцировочное первичное экологическое обследование на территории около 360 гектаров, включающей в себя усадьбу Суханова, прилегающий к ней лес со стороны Федюкова, долину реки Гвоздянки, прилегающий лес со стороны деревни Лопатина, сосновые бары между усадьбой Суханова и Свято-Екатерининским монастырем, территорию между Расторгуевским кладбищем и подсобным хозяйством Суханова, а также часть территории лесного фонда, которая с юга и запада обрамляет ансамбль усадьбы Суханова. И стоимость такого обследования будет составлять 300 тысяч рублей. Мария, как инициатор данного предложения, она уже объявила сбор, реквизиты счета, на который вы можете направить свои средства указаны. И на данный момент, насколько я знаю, собрано уже практически половина требуемой суммы. Поэтому, если вы хотите поучаствовать в этом деле, хотите вложить какие-то свои деньги в сохранение природы нашего края, то вы можете это сделать, переведя соответствующую сумму на указанный счет. Естественно, по каждой копейке будет предоставлен подробный отчет по результатам обследования. А обследование будет проходить с апреля по август. Это связано с различными биологическими циклами растений и животных. По результатам обследования будет составлен подробный отчет. Отчет с указанием разных видов, в том числе краснокнижных видов, животных и растений, выявленных на данной территории. И рекомендации по созданию особо охраняемой природной территории. Мы очень надеемся, что данное исследование поможет создать особо охраняемую природную территорию в районе Суханово, ту самую, которая была запланирована еще в 1999 году, но этот проект, как я уже сказал, не был реализован. Почему это так важно? Дело в том, что сейчас, как вы знаете, происходит массовое хищение земельных участков, в том числе земель Государственного лесного фонда. И мы уже говорили об этой схеме, связанной с паями уже несуществующего обанкротченного колхоза. И пока что, несмотря на наши усилия, пока нам, общественникам, не удается остановить вот этот процесс хищения и процесс перевода земель лесного фонда под застройку. Создание особо охраняемой природной территории не позволит использовать земли в пределах данной природной территории под строительство, под какие-то иные категории, не связанные с природоохранной деятельностью. То есть будет создана некая зона с особыми условиями использования территории. Это решение будет утверждено постановлением правительства Московской области. И на всех, соответственно, данных Росреестра соответствующая информация по всем участкам будет содержаться. Мы считаем, что этот способ действительно эффективен для того, чтобы защитить нашу природную среду, наше наследие. Те, не тронутые пока еще человеком, участки зеленого лесопаркового пояса, которые окружают наш район. Поэтому большое вам спасибо, что прослушали данное сообщение. И я надеюсь, что общими усилиями мы сумеем добиться поставленных целей. Большое вам спасибо.